Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч третьего тура группового раунда Лиги Наций между сборными Австрии и Франции, который состоится 10 июня. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. В матче второго тура сборная Австрии продолжила удивляться знаком плюс. Австрийцы играли первым номером против сборной Дании, создали кучу голевых моментов, но первыми пропустили гол. В тайме втором датчане на ровном месте устроили привоз у своих ворот и хозяевам удалось сравнять счет. Судьбу матча решил чудо-гол Йенса Ларсена на 87-й минуте матча. Правда, перед этим должны были забивать хозяева, но Арнаутович непонятным образом не смог попасть в пустые ворота с нескольких метров. Франция не смогла удержать победный счет в Хорватии. Обе команды слабовато отыграли в защите, у каждой было по несколько выходов 1 на 1. Счет в этом матче запросто мог быть где-то в районе 3-3. Самый реальный шанс принести своей команде победу пустил Антуан Гризман, который тоже не попал в почти пустые ворота при счете 1-1. Давайте посмотрим на статистику очных матчей соперников. Сейчас Австрия занимает 34-ю строчку в рейтинге FIFA Франция 3-ю. Соперники встречались 27 раз. У Австрии 9 побед, у Франции 15. Три матча закончились в ничью. В последний раз соперники встречались давненько, более 13 лет назад. Австрия последние 6 матчей отыграла результативно. Сейчас команда показывает очень агрессивный атакующий футбол, при этом не особо отягощая себя игрой в обороне. Поэтому у австрийцев только одна победа в последних 4 матчах. Франция без побед в последних 2 матчах. Команда Дешама допускает много ошибок в защите как для себя, что немножко не характерно для Леблеу. Франция, похоже, в этом сезоне уже, наверное, потеряла все же шансы на первое место в этой группе. Очень сложно будет ликвидировать отставание в 5 очков от Дани за оставшиеся 4 тура. Хотя, в принципе, возможно. Австрии терять в этой группе нечего. Команда Рангника старается каждый матч проводить агрессивно, и это дает свой результат. Скорее всего, аналогичную тактику хозяева будут использовать и в игре с Францией. Учитывая эти проблемы, которые трехцветные сейчас имеют в обороне, в этой игре, в принципе, все возможно. Котировки на победителя матча. На победу хозяев дают коэффициент 4.55, на победу гостей 1.80. С одной стороны, Франция нечасто не выигрывает в трех матчах подряд. С другой стороны, Австрия сейчас очень опасно играет на кураже, и это у нее неплохо получается. Поэтому особой уверенности в победе гостей как-то здесь нет. Вот, наверное, логично взять победу Австрии с фуры плюс один, коэффициент 1.57. Total Gallo. То, какой футбол сейчас показывает Австрия, априори предполагает результативный матч. Это подтверждает и текущая статистика команды. Конечно, против Франции голов хозяева могут и не забить. Но если Франция будет играть в защите так, как она играла в предыдущих матчах, то голы точно будут. Обе команды забьют да-нет. Здесь аналогичная ситуация, как и для Total. Поэтому обе забьют да. Подводим итог. Ожидаемый вариант. Это Total больше 1.5, коэффициент 1.32. Оптимальный вариант. Обе забьют да. Коэффициент 1.88. Но доходный вариант. Это ничья на этот матч. Коэффициент 3.64. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.